Собака Злой, вот так вот он себя называет, спрашивает, почему в нашей стране единство народа добиваются через шантаж и принуждение? Ну, действительно, вот эта вот история, которая приключилась в минувшую пятницу в Уфе около телецентра, действительно показывает, что единство народа вокруг отдельно взятого... Уф, слово подбираю, руководителя, назовем его так, назначенного, по сути, руководителя из Москвы, так вот это единство можно добиться только действительно шантажом, угрозами, запугиваниями и всевозможными такими вот вещами. Но еще можно там денег дать, если что. То есть, вот эта вот всенародная любовь, которую попросил внезапно Хабиров у народа, она как-то не получилась. Люди пришли, молча стояли, смотрели из-под лобби на эту сцену, слушали там вот этих каких-то вот проплаченных Бадамшинах с пониженной социальной ответственностью, которые там полисали и пели про батальон, в котором они никогда сами не были. Особенно меня вот этот певец ртом Бадамшин забавляет. Раньше пел в лесу туристические песни, молодец был, клевый бард. Многие его знакомые, которые сейчас отвернулись и руки не протянут, рассказывали, что парень-то молодец был, в лесу пел туристические песни. А сейчас поет про батальон, в котором никогда не служил. Так вот, люди, пришедшие на этот митинг, они не посчитали нужным откликаться на призывы всех вот этих вот Бадамшинах, когда с трибуны орали там алга-алга, а люди молчали такие, просто молча стояли. Никакой алги в ответ не последовало. Вот это очень момент, такой знаковый. Так вот, отвечая нашему подписчику, почему в нашей стране единство народа можно добиться только через шантаж и принуждение, потому что на самом деле нет никакого единства. Никто не един, никто не сплотился ни вокруг Хабирова, ни вокруг Путина. Все это болтовня. Телевизионная болтовня. Просто когда люди сидели по одному у себя дома на кухнях, с включенными этими телевизорами, им объясняли, все сплотились вокруг Путина. Они такие думали, ой, так, а я-то что, не сплотился, что ли? Ну ладно, я тоже буду считать, что сплотился. А когда они вышли на эту площадь, посмотрели друг другу в глаза, они такие, опа, да мы никто, оказывается, не сплотились ни вокруг кого. Очень важный момент. Вот тут вопрос, надо ли было Хабирова выводить вот эти тысячи бюджетников, чтобы они друг другу в глаза посмотрели. Пожалуй, что обратный эффект был достигнут. Так что вот так, собака злой, вот вам мой ответ. Субтитры сделал DimaTorzok